Большой барьерный риф Каждый из них по-своему уникален Все эти прекрасные острова и омывающие их воды Стали домом для тысяч видов самых разных животных Дикие, волшебные и полные жизни Давайте отправимся в увлекательное путешествие И откроем для себя чудеса и величия этого места Большой барьерный риф Живое сокровище Коралловые острова В состав Большого барьерного рифа Входит около 900 островов Это и крупнейший из них остров Хинченбрук И островки, больше похожие на песчаную косу Посреди открытого океана Разбросанные по Коралловому морю Острова и связанные с ними рифы Поддерживают дикую природу во всем ее разнообразии Под водой и над водой Местная экосистема Настоящее царство жизни От острова Лизард на севере До острова Леди Эллиот на юге От храма дикой природы на острове Рейн До магнитного острова Большой барьерный риф Это скопление островов и островков Обладающих уникальными чертами И экологией Настоящее чудо Нашей планеты Это величественное создание Без видимых усилий, скользящее по воде По праву заслужило звание Самого грациозного обитателя Большого барьерного рифа Гигантский скат Манта Он на несколько месяцев в году Приплывает к острову Леди Эллиот Который находится у южной оконечности Барьерного рифа Этот скат приплыл не один Благодаря спокойным и богатым планктоном водам Остров стал для скатов Настоящей меккой Это самый крупный вид из всех скатов И один из крупнейших подводных обитателей Большого барьерного рифа Размах плавников этих гигантов Достигает 7 метров Несмотря на свой размер Манты кормятся самыми маленькими морскими существами Эта самка бороздит местные воды Питаясь планктоном Ее тактика заключается в том Что она плывет с открытым ртом против течения Используя совершенную систему очистки Она отфильтровывает планктон из воды Как и многие обитатели коралловых рифов Манты весьма изобретательны Они научились использовать колонии кораллов Как своеобразные станции очистки Зависая над кораллами Этот скат как бы приглашает мелких рыбешек на борт И терпеливо ждет Пока усердные рыбы Удаляют с его тела разных паразитов Несколько минут спустя Скат снова чист и в порядке Это очередной пример Взаимовыгодного сотрудничества В мире природы Здесь, на островах Большого барьерного рифа Хотя барьерный риф славится прежде всего своей морской экосистемой В него также входит особый остров Где живут и процветают коалы Расположенный в 7 километрах от материка Магнитный остров Неожиданно оказался домом Самой крупной популяции коал в Австралии Если другие колонии коал сокращаются То этим островитянам не на что жаловаться Магнитный остров известен своим рельефным ландшафтом И огромными гранитными валунами А также высокими соснами Песчаными пляжами И коралловыми рифами Это настоящий рай Для диких животных Отрезанные от большой земли Коалы ограждены от хищников и разных болезней Никто не знает, сколько точно коал обитает на этом острове Приблизительно от 800 до 1000 особей Большинство коал живет в кронах высоких, раскидистых эвкалиптов Устроившись на верхушке дерева Эта самка выбрала себе лучшее место в доме С потрясающим видом на чудесный барьерный риф Это идеальная среда для развития здоровой и процветающей популяции коал По утрам коалы обожают забраться повыше И покачаться на ветвях в рифме тропического бриза Позже, когда ветер крепчает Они перемещаются ниже Где порывы ветра ощущаются не так сильно Их цепкие передние лапы и крепкие задние лапы Как и острые когти Идеальны для лазания по деревьям Как и все коалы, эта самка очень прожорлива И питается только листьями эвкалипта Каждый день она поглощает почти килограмм листьев Ее также можно назвать разборчивой Ведь она выбирает самые сочные и питательные листья А когда она чем-то недовольна То просто перебирается на другое дерево Несмотря на репутацию скорее ленивых животных Коалы проявляют удивительную ловкость Карабкаясь по веткам Или когда проворно перепрыгивают С одного дерева на другое От постоянных перекусов Коала быстро утомляется На переваривание эвкалиптовых листьев Требуется много энергии Поэтому коала предпочитает спать по 20 часов в день А если он не спит и не ест То его любимое занятие это почесывание Он может чесаться долго Очень долго И еще дольше Симпатичные коалы с магнитного острова Это еще одно из множества чудес Большого барьерного рифа Риф не испытывает недостатка в необычных существах Они в изобилии населяют его воды Это рак-богомол Пожалуй, самый интригующий обитатель рифа Он селится среди кораллов и камней на океаническом дне Будто прирожденный копатель Рак-богомол ловко отбрасывает песок Выкапывая для себя нору Он приносит дополнительную пользу Ведь в процессе копания Донные отложения насыщаются кислородом А песок очищается Невероятно, но у рака-богомола К тому же самое совершенное зрение Из всех существ на планете Его буквально торчащие с головы фасеточные глаза Одни из самых сложных во всем животном царстве Они содержат миллионы фоторецепторов Которые позволяют раку-богомолу Различать в 10 раз больше цветов, чем человек А благодаря тому, что его глаза могут вращаться Независимо друг от друга Он может с легкостью выслеживать Свою потенциальную добычу Рак-богомол это хищник С весьма интересным арсеналом Придаток кубической формы на брюхе Служит раку-богомолу для удара Которому позавидует любой обитатель Большого барьерного рифа Его любимым блюдом является краб Который вот-вот испытает на себе Всю силу этого Самого мощного удара в мире животных Рак-богомол появляется из своей норы И медленно подползает все ближе Его удар быстрее пули Он разбивает панцирь краба И тот погибает мгновенно Затем жертву тащат в нору И съедят Этот храбрый краб смог устоять Во время первого удара Оглушенный, но не сломленный Краб пытается защищаться Рак-богомол наносит второй Еще более мощный удар На этот раз Это конец Несчастный краб получил такой удар Что его клешня отлетела в сторону Жизнь рака-богомола Это не только холоднокровное убийство Иногда можно прекрасно провести время В обществе самки Сомкнув объятия Эта романтическая пара Совершает акт любви На пороге своей норы Самец выпускает сперму И оплодотворяет икру своей партнерши Теперь самка будет носить эту икру Пока из нее не вылупится будущее потомство Так появится новое поколение Раков-богомолов Которые продолжат охотиться На морском дне Большого барьерного рифа Остров Рейн Остров Рейн Место обитания самых разных морских птиц И среди них встречаются настоящие птицы-бандиты Познакомьтесь с семейством фрегатов Этот островок Коплевидной формы Они считают своим домом И делят его с другими птичьими семьями Например, с голуболицами-олушами И хотя птенцы этих семейств В юности дружат Когда они начинают летать Их дружбе приходит конец От других морских птиц Фрегатов Отличает то, что их оперение не является водоотталкивающим Поэтому его нельзя мочить Эти птицы никогда не садятся на воду Но этот недостаток Фрегаты компенсируют Своими исключительными летными качествами Благодаря большому размаху крыльев Они могут преодолевать большие расстояния Паря в потоках пассатов Иногда на протяжении недель Так ни разу и не приземлившись Их рацион составляет морская живность Но так как фрегаты не могут входить в воду Это представляет для них проблему И побуждает действовать весьма непорядочно То есть отнимать пищу у других птиц Не успела голуболица Олаша поймать добычу Как начинается погоня За ней устремляется фрегат Бывшие друзья детства В небе превращаются в непримиримых врагов Олаша пытается уйти от противника Но скоро более быстрый фрегат Хватает ее за хвост Упрямая Олаша не готова Так легко расстаться с добычей Но и фрегат не собирается сдаваться Наконец его настойчивость Приносит плоды Олаша отказывается от рыбы И фрегат забирает трофей Пусть его успех сомнителен Но для этих летающих грабителей Такая тактика оказывается Исключительно эффективной Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Помимо рыбы фрегат не гнушается тем Что отнимает у других птиц черепашек Только эта крачка собиралась перекусить Как в дело вмешивается фрегат И начинает преследование Приходится немного потрудиться И фрегат снова получает свой приз Неудивительно, что из-за бессовестных Грабительских приемов Фрегатов прозвали Пиратами Большого Барьерного Рифа Музыка 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 Из всех рыб, обитающих в мире В водах рифа Самым ядовитым считается Это пристранное существо Рыба-камень С помощью 13 спинных шипов Эта рыба может впрыскивать Сильнейший яд, который способен Убить человека Больше похожая на камень Или обломок коралла Эта удачно названная рыба Настоящий гений маскировки Она умеет слиться с окружающей обстановкой Как никто другой Обитают они большей частью на мелководье Вокруг рифовых островов Будто участвуя в окопной войне Рыба-камень использует Свои большие грудные плавники Чтобы зарыться в донный песок Будучи наполовину скрыта им Рыба отлично замаскирована Помимо смертоносного яда Эта рыба также славится Своей искусной техникой охоты Выбрав место и слившись с пейзажем Рыба-камень затаивается и ждет Эта беспечная рыбка Даже не подозревает О грозящей ей опасности Рыба-камень атакует молниеносно Жертва даже не видела момент нападения Но для нее уже все кончено Но не каждая атака Завершается победой Этой удачливой рыбе Чудом удалось ускользнуть Благодаря хитроумной маскировке И скорости Рыба-камень считается Одним из самых успешных охотников Большого барьерного рифа Вернемся на остров Рейн Где самки зеленой морской черепахи Отложив яйца Ползут по песчаному пляжу В сторону океана И хотя большинство черепах Благополучно добирается до воды Так везет далеко не всем Обратный путь к морю Бывает опасен Как для новорожденных черепашек Так и для их матерей Особенно для тех, кто постарше Остров Рейн регулярно принимает Самую большую в мире популяцию Зеленых морских черепах Но его рельеф Представляет для самок Большую проблему Особенно во время отливов Часть береговой полосы Окружена неровными валунами Создающими естественную преграду Которую черепахам Нелегко преодолеть Эта мама черепаха Пытается найти кратчайший путь к морю Но порой более короткий путь Оказывается и более опасным Иногда принятие решения Куда двигаться дальше Становится вопросом жизни и смерти Изможденная самка С трудом перебирает ластами Но ползет к своей цели Потеряв ориентир Она выбирает неверный путь Он ведет прямо в тупик Невероятно Но у этих черепах Нет заднего хода Они могут двигаться Только вперед И никак иначе Оказавшись в ловушке Она отдается на милость Матери природы Палящее солнце И невозможность пошевелиться Это смертельная комбинация К сожалению Тропическая жара Одолела черепаху Жизнь хрупкая штука И порой Без права на ошибку Еще одна Трагическая сцена Эти черепахи Упали с небольшого обрыва Упав на спину Они не смогли перевернуться обратно У этих самок Не было никаких шансов И они просто испеклись На жаре Учитывая, как много черепах Приплывает на этот маленький остров Потери просто неизбежны И пусть многие черепахи погибли Эта целеустремленная самка Не сдается И отчаянно пытается Добраться до океана Ее спас очередной прилив Благодаря ему Черепахи удается преодолеть Преграду из камней И счастливо уплыть с острова Порой несправедливая И жестокая Жизнь на острове Рейн Бывает непредсказуемой К счастью, большинство черепах Все же находит свою дорогу к морю Наказавшись наконец в воде Они переводят дух И набираются сил Этот массовый исход черепах Сам по себе удивительное явление Столько черепах в одном месте Это потрясающее зрелище Покинув остров Рейн Черепахи отправляются В новое трехлетнее плавание Но однажды они снова сюда вернутся Чтобы дать новую жизнь Одна из самых устрашающих Обитательниц Большого Барьерного Рифа Это тупорылая Или бычья акула Эта стая акул Плавает у кромки Рифового острова Также они обитают На мелководье Кораллового берега И в местных речных системах Эта акула уникальна тем Что неплохо себя чувствует Как в соленой Так и в пресной воде А значит она может Подниматься вверх По течению рек Она любит охотиться Как в мутноватой речной воде Так и в чистейших водах Барьерного Рифа Свое имя акула получила Из-за коренастого туловища И довольно широкой Плоской морды Агрессивные и непредсказуемые Акулы всегда находятся В поисках новой добычи Также нередко Они нападают друг на друга Будто обрубленный Плавник этого самца Наверняка результат Его стычки с собратом По натуре охотники-одиночки Эти акулы сбиваются в стаи И охотятся вместе Если в океане много пищи Быстрые и подвижные Подводные хищники Готовы съесть кого угодно Включая других акул Рыбы прилипал И всегда плавают Где-то неподалеку Они рады Довольствоваться объедками Которые оставляют акулы Бычьи акулы-подростки Проводят свою юность Большей частью В солоноватых водах Речных систем Где они изолированы От морских хищников И хотя речная среда Защищает их от других акул Там их поджидает Еще более грозный враг Грибнистый крокодил Голодный 4-метровый крокодил Не собирается Делить свое королевство С молодыми акулами Он ждет подходящего момента Чтобы заявить Свои права на территорию Крокодил Пусть у акул Репутация кровожадных хищников Но здесь В речной системе Большого барьерного рифа Главенство крокодила Неоспоримо Это удивительная рыба Царственного вида Называется рыба-зебра Или крылатка Обитающая в районе Острова Хинченбрук Эта рыба С похожими на перья Шипами И расцветкой под зебру Не может не привлекать Внимание Она выглядит довольно безобидно Но как и в случае Со многими обитателями Большого барьерного рифа К ней лучше относиться С опаской Как и у рыбы-камня Шипы Украшающие спину Рыбы-зебры Чрезвычайно ядовиты Она не использует Их для охоты Ее шипы Несут защитную функцию Они нужны Чтобы отражать нападение В то же время Она успешный охотник Используя свои Веероподобные плавники Для отвлечения внимания Она подпускает Любопытную рыбку поближе А потом Внезапно атакует Она открывает Свой большой рот И проглатывает рыбу целиком Все это часть Драматичного цикла Жизни рифа Которая никогда Не останавливается Самая распространенная Змея Большого Барьерного рифа Оливковая морская змея Эта почти двухметровая змея Отлично приспособилась К жизни в лабиринте Коралловых рифов Которые опоясывают Остров Лизард Змеи предпочитают Держаться поближе к острову И редко отправляются В открытое море Несмотря на безобидный Внешний вид Они очень ядовиты И способны убить человека Благодаря хвосту В форме весла Оливковые змеи Отлично плавают И могут по несколько часов Не всплывать на поверхность Чтобы подышать За змеей тенью Следует ее напарник Коралловый Группер Эти двое Образовали неожиданный союз Где Групперу Достается добыча Которая ушла от змеи Закадычные друзья Они могут вместе Часами охотиться За добычей Оливковая змея Денно и ночно Находится в поиске Маленьких рыбок У нее не так много врагов Но один из них Тигровая акула Несмотря на всю Свою ядовитость Стигровая акула И ей не справится Не все змеи Большого барьерного рифа Обитают в воде Многие Давно облюбовали Для жизни Его острова Самая крупная Из местных змей Это ковровый питон Питоны водятся В тропических лесах Растущих вдоль Кораллового берега А также на островах Этот трехметровый питон Патрулирует свой домашний остров В поисках лягушек Ящериц Птиц И мелких млекопитающих Ему комфортно ползать Не только по камням И деревьям Но и на открытых пространствах Например, среди листвы Вдоль береговой линии Питоны не ядовиты Свою жертву они душат А потом проглатывают ее целиком Как и большинство змей Питон обычно нападает Из засады Дожидаясь, когда Жертва будет проходить мимо Пробираясь через подлесок Питон находит Маленького Валаби Он подползает все ближе Но малыш почуял опасность Валаби всегда на чеку Поэтому ему удается Вовремя уйти от питона Питоны обитают В тропических лесах Где не бывает Недостатка в пище Этот островок Большого барьерного рифа Настоящий рай Для змей Как его заклятый враг Питон Квинслинский скальный Валаби Считает остров своим домом Эти уникальные Валаби Прекрасно устроились На одном из островов Большого барьерного рифа Магнитном острове Маленькие, юркие Но крепко стоящие на ногах Валаби обитают Среди густой растительности И огромных валунов С которых они могут Любоваться чистейшими водами рифа Их скромный окрас Позволяет им легко Сливаться с каменистым ландшафтом Они не любят Далеко путешествовать И предпочитают жить И размножаться В привычной среде Их мощные задние лапы Отлично приспособлены Чтобы быстро передвигаться По пересеченной местности Именно способность Скальных Валаби Прыгать по большим валунам Отличает их от других Валаби И семейства кенгуру Благодаря сильным лапам И хвосту Валаби почти удается Преодолеть гравитацию Они без усилий Перескакивают с камня на камень Их задние лапы Обладают толстой И зернистой подошвой Которая позволяет им Цепляться за гладкие И наклонные поверхности А длинный хвост В движении работает Как руль и балансир Эта любящая мать Оберегает своего любопытного малыша От неприятностей Он остается в ее сумке До полугода Мать часто прячет малыша В скальных расщелинах Когда отправляется На поиски пищи В возрасте одного года Валаби станет полностью Независим от матери Квинслинские скальные вала Бесмагнитного острова Принадлежат к многочисленным Удивительным существам Которые считают Большой барьерный риф Своим домом Хотя грибнистые крокодилы Предпочитают жить в реках Порой они отправляются в море Чтобы посетить соседние острова Иногда решение Уплыть в открытое море Бывает вынужденным Из-за того, что крокодилы Агрессивные территориальные животные Часто взрослые хищники Прогоняют молодых И тем приходится Перебираться из рек в океан Эти прекрасные пловцы Одинаково хорошо чувствуют себя Как в море Так и в солоноватых местных реках Вернемся на берег Где группа взрослых крокодилов Собирается уплыть в море Чтобы полакомиться Своим любимым блюдом Они отправятся на особый остров Где вот-вот вылупятся Маленькие черепашки Грибнистые крокодилы Большого барьерного рифа Могут преодолевать Сотни километров Они способны долгое время Находиться в море Обходясь без воды и еды Используя океанические течения Они могут плавать На довольно большие расстояния После утомительного путешествия Голодные крокодилы Наконец доплывают до острова И отдыхают В предвкушении Большого ночного пиршества С заходом солнца Тысячи маленьких черепашек Начинают свой путь к морю Благодаря инстинкту Крокодилы способны идеально Подгадать время Своего прибытия на остров Не подозревая Поджидающие их опасности Черепашки со всех ног Устремляются к океану Крокодилы спокойно лежат В ожидании, когда добыча Сама к ним придет И пока одни черепашки Успешно добираются до воды Другие попадают прямо В раскрытую пасть крокодила Они легкая добыча А пир будет продолжаться Почти всю ночь Но в жизни есть место удачи Этим черепашкам повезло Они вылупились в нужное время И смогли добраться до воды Избежав всех опасностей Глубокой ночью Когда хищные птицы Отправились спать А крокодилы уплыли В усвояси Путь в коралловое море Субтитры создавал DimaTorzok